Мы не видели шеврёв с тех самых пор, как мы были у Батиста. Но думаю, сейчас нет смысла беспокоиться об этом. Пойдём, присоединимся к остальным! Так, отлично, у нас получается продолжение нашего великолепного... Не-не-не, это сверху, да, точно, я помню. Четвёртый день, как я понимаю, да, события? Место сбора не меняется. Доброе утро, мы с Аякой как раз о вас говорили. Шеврёв, сегодня снова не будет? Наверное, нет, мы её сегодня тоже ещё не видели. Как жаль, режиссёр Фурина говорил, что осталось. Снять всего пару сцен, и съёмки будут окончены. А ещё она сказала, что подготовила пару сцен и для меня, чтобы у всех была возможность попасть в кадр. Мы планируем устроить пиршество в честь окончания съёмок. Вы присоединитесь? Ну, конечно. Жаль, что Шеврёв нет. Я хотела сделать с ней совместное фото. Да ничего не поделаешь. Если члена особого патруля улетел какое-то дело, то он погружается в него с головой. Но меня, если честно, сейчас больше тревожит убийство, описанное в «Воровой птице» сегодня утром. Там говорится, что убийца не кто иной, как автор двух мемушкетёров. Да, я тоже об этом читала. Он признал свою вину, но не рассказал, зачем он это сделал. Хоть мы и не имеем к этому никакого отношения, но это ведь может повлиять на наш фильм. Это точно поднимет наши рейтинги. Но если интерес зрителей привлекается не самим фильмом, а слухами вокруг него, то это совсем неинтересно. Честно говоря, наши рейтинги и так неплохо поднимет одно твоё имя в графе режиссёрного нашей афиши. Ну, я тоже не виновата. Ну, точнее, я... Я же не виновата, что так популярно. Как там говорится, моя слава опустилась до исторического минимума. Простирается по всему Таеватову. Там, где цветут розы. Вау! Вы посмотрите на это. Так, прям всё подготовили. Как нужно. Извините, что прерываю. Ксавье, мы не видели целую вечность. Да я всё время был занят тем, что обсуждал с киноассоциации маркетинговую стратегию нашей картины. Поэтому никак не получилось к вам присоединиться. Но поверьте, я позабочусь о том, чтобы вклад каждого из вас был оценён по достоинству. Ух ты. Ты, оказывается, был занят по другую сторону баррикад. Да, можно и так сказать. Кстати, перед тем, как мы начнём съёмку финальной сцены, позвольте вам кое-что представить. Инвестор нашей картины, господин Моррис. Слушайте, а это не он, случайно? Причастен к убийству, получается, матери того... Батисты. Вау, слушайте, как это было бы круто, да? Инвестор нашей картины, господин Моррис. Да, здравствуйте. Здравствуйте, господин Моррис. Мы слышали, что вы недавно сталкивались с некоторыми финансовыми трудностями. Искренне надеемся, что сейчас всё уже наладилось. Ну, немного наладилось, да. Ничего страшного, господин Моррис. Такие вещи невозможно предугадать. Пожалуйста, не расстраивайтесь по этому поводу. Хорошая новость в том, что мы уже на финишной прямой. Осмелюсь сказать, что это лучшая картина из всех, что я видела. Ну что ж, это радует. Ладно, но раз мы закончили с приветствиями, давайте начинать. Сегодня будем снимать уличные пейзажи и простых жителей. Вдохнем немного жизни в наши декорации. А ещё отснимем сцену с господином Аято и... Йоймии, где мы покажем, что думают жители Фонтейна о мушкетёре. Да, я-то. Но скоро будет. Отлично, тогда начнем с пейзажей. Камера, хлопушка, приготовьтесь. Да, мы готовы. Помните, что нам нужны общие планы улиц. Ну и если увидите какие-то особенно интересные цветы или другие растения, то можно заснять их крупным планом. Готовы? Цвет, камера, мотор, пошли вперёд. Пойму, тут как тут. Отлично, медленно двигай камеру. Как мне это сделать? Ну а теперь попробуй навести фокус на тот цветок. Заснять цветок крупным планом. Ну как? Попробуй настроить фокусировку, пожалуйста. Заснять цветок крупным планом. Что случилось-то? С камерой что-то не так. Что? Да только что всё было в порядке. Вероника, давай возьмём другую камеру. Вот, попробуй это. Эту? Начнём сначала свет, камер, мотор. Звуки механической поломки. Эта камера сломалась. Как такое может быть? Вероника. У нас ещё есть камера? Сегодня я взяла только эти две. Как же так? Тогда скорее отнеси их в ремонт. Боно. На, ты скорее отправляйся на склад и принеси нашу запасную камеру. Хорошо, уже иду. Приветствую всех. Извините за опоздание. А яка, что здесь случилось? У нас сегодня проблемы с оборудованием. Пока не можем продолжать съёмки. Вот как. Ну что ж, давайте не будем терять время. Актёры начинаете пока гримироваться. Как только починят камеру, сразу же пойдём на следующую сцену. Через некоторое время Вероника возвращается с подчиненной камерой. Так, мастер сказал, что крепление линзы отвалилось. Странно, вчера ведь всё было в порядке. Неважно, давайте скорее начинать. Тишина на площадке, актёр по местам, свет, камера, мотор. Поехали. Слышал о двух мушкетёрах? Да, они наделали немалую шуму в городе. Их ведь до сих пор не поймали. Я слышал, что глава жандармов весь раздулся от ярости. Ммм, он и так всегда ходит такой надутый. Не представляю, куда ещё больше. Режиссёр, плохие дела. У нас проблемы. Идёт съёмка. Это же может подождать, пока мы доснимем сцену-то. Нет, режиссёр, все... Точнее, всё, плёнки с отснятым материалом пропали. Что? Господин Буно, отведите меня туда, где хранились плёнки с отснятым фильмом. И меня тоже. Нет, её имеет, да и остаёшься тут. Все, кто не задействован в этой сцене, отправляйтесь на поиски плёнки. На остальные оставайтесь, пожалуйста, на месте, мы продолжим съёмки. Невероятно. Как все эти неприятности могли произойти в один день? Через некоторое время. Да мы вернулись. Ну как, нашли плёнки? Да, в водостоке. Как? Вся плёнка, наверное, в грязи. Мы нашли её вовремя. Повреждения должны быть небольшими. Остальные сейчас проверяют, есть ли на плёнке хоть какие-то дефекты. Нах, я уж испугалась, что вся работа на смарку. Мне бы не хотелось испытывать это чувство ещё раз. Но кто же мог похитить плёнку и выбросить? Неужели наши конкуренты в киноиндустрии? Но почему они решили повернуть всё это именно в последний день? По-моему, не так всё ясно. Последний день уже лучший момент для этого. Нет времени в этом разбираться. Давайте скорее достнимем оставшиеся сцены, пока ещё что-нибудь не произошло. Да, ты права, скорее закончим съёмки. Общими усилиями последней сцены вам удалось справиться со всеми трудностями, возникшими во время съёмки. Съёмки двух мышкедёров официально окончены. Мы готовы к участию в кинофестивале. Кто-то предатель из них, 100%. Пайман совсем вымоталась и уже так поздно. Несмотря на многочисленные трудности, каждый из вас вложил в этот фильм все свои силы. Спасибо вам за старание и поддержку. Я, как режиссёр Фурина, я, как и режиссёр Фурина, хотел от души отблагодарить каждого. Действительно, вы очень помогли мне. Ну всё, всё, прибереги благодарственную речь для церемонии награждения. Надеюсь, к тому времени она у тебя будет отрепетирована получше. А тебе самое время отпраздновать окончание съёмок. Попрошу всех к берегу, устроим такое громкое пешество, чтобы даже пухлиней на морском дне нас услышали. Так, погодите, вечеринка это прекрасно, Пайман хочет на вечеринку. О, вот это веселье. Все, наконец, могут расслабиться после тяжёлой работы над фильмом. Аятца, как у тебя дела? Да всё хорошо, спасибо. Аятца рассказал мне, что даты мероприятия в рамках культурного обмена между Надзумой и Фонтейном уже утверждены. В следующий раз мы приедем сюда уже как представители комиссии Ессира. Отлично, наверное, теперь есть шанс, что детективные романы из Фонтейна можно будет почитать и в Надзуме. Ах, только тогда я и Мика будут не очень рады, это ведь её хлеб. Не думаю, что она будет против. Может, ты и права. Айми, в конце концов, она всегда жаловалась, что современные романы стали слишком пресными и предсказуемыми. Культурный обмен затронет не только литература, но и у вас в планах развивать взаимодействия в области кулинарии, производства игрушек и ремесленных изделий. О, Пайман уже в предвкушении. Будем очень рады вашему активному участию, когда мероприятия начнутся. Так, я тебя понял. Вау, тут я смотрю, Фонта стоит. Фрина. Ну, это же оператор и ассистент с хлопушкой. Спасибо вам за работу над фильмом. Ты уж точно работала куда больше нас. Если честно, Пайман немного устала целыми днями носиться с этой хлопушкой. А, что самое ужасное, Пайман даже во сне слышит твой голос. Свет, камера, мотор. И сон начинается только после этих слов. Ах, моя фигура в твоих снах должна быть куда более величественной. Мы провели вместе столько времени, а в твоей памяти отложилась только эта мелочь. Но, Пайман не виновата. Пайман просто слишком часто хлопала в хлопушку в последнее время. Ах, как бы то ни было, съемки окончены. И я настроена взять главный приз. Ты имеешь в виду главный приз премии Фрина? Ну, зачем же упоминать полное название? А ведь и правда. Если мы победим, то Фрина получит статуэтку самой себе. Мне это внимание вовсе не нужно. Я попрошу к Савье забрать статуэтку. Ну, только представьте, Фрина получает статуэтку Фрины на премии Фрина. Ай, меня ждет мой десерт. Вы можете продолжать беседовать без меня. Поговорите со всеми. А, еще у нас теория осталась. А, ну приветики. Тебе не нравятся такими мероприятиями, где полно людей? Да здесь еще ничего. Во время недели моды Фонтейни куда хуже. Но если фильм станет популярным, а в твоем магазине тоже узнает больше людей. Да, пожалуй. Но только если пример состоит. Ты переживаешь по поводу того убийства? И по поводу сегодняшних странностей. И правда, сегодня нас будто разом настигли всевозможные неприятности. Но почему именно сегодня? А, когда он появился. А как он тогда проник в студию, где хранится пленка? Ну, это тоже странно. Да ничего, все равно фильм уже отправлен на монтаж. Сейчас уже вряд ли может еще что-то произойти. Как вам, господин Моррис? Весело? А, ну, пожалуй, когда вечеринка захочется. Суть по тому, как все веселятся, думаю, не раньше полуночи. Вас дома ждут какие-то дела, господин Моррис? О, я не привык так поздно ложиться спать. Думаю, я уйду раньше. Нет, как же я могла забыть о таком важном деле? О чем? Я подготовила ферверки для вечеринки, но оставила их на складе. О, ферверки? Как жаль, что все пошло не по плану. Господин Моррис, вы можете мне помочь принести их сюда? Я, да, не справлюсь с такой тяжестью. Я? Ну, ты можешь попросить кого-то другого. Ну, я хочу сделать всем сюрприз. Склад тут совсем недалеко. Мы очень быстро справимся. Прошу вас, господин Моррис. Это будет моим лучшим ферверком. Я бы очень хотел, чтобы вы увидели его перед тем, как уйдете. Обещаю, это будет самый красивый ферверк в вашей жизни. Но! Ничего, ничего, пойдемте. Мы тихонечко улизнем, пока никто не видит. Ну, ладно. Склад вон там. Я сложил туда все ферверки. Заранее вдвоем мы легко управимся. Все равно недалековато. Извините, господин Моррис, я, видимо, привыкла постоянно таскать ферверки, так что посчитала это плевым делом. Войти на склад. Вау. Неожиданно. Здесь темно. Ну, подождите, здесь мистер Моррис. Я думаю, что выключатель должен быть где-то тут. Зачем я в этом ввязался? Что это? Было. Кто там? Спасите! Вытащите меня отсюда! Ты действительно думал, что тебе удастся уйти, Моррис? Ты ошибаешься. Это не я, я не убийца. Знаешь, Элиза погибла гораздо более героической смертью. Она сражалась с нанятым тобой убийцей, и чтобы никто больше не пострадал, она спрятала остальные... Это медальон Элизы. Медальон с вашей совместной фотографией внутри. Подаренный ей тобой. Помнишь? Это подделка! Это точно подделка! Не может быть! Не может быть, чтобы наемный убийца не уничтожил его. Ты это хотел сказать. Любил ли ты ее, Моррис? Или изначально планировал ее убить? Нет, нет, пожалуйста, послушай! Я просил Элизы никому про это не рассказывать. Я много заплатил ей за ее молчание, и подумать не мог, что она сохранит ребенка. У меня вся правда чуть не выпала в наружу, она вынудила меня! Нет, прошу! У меня есть деньги, назови цену! Оставь муро себе! Ты отправишься прямиком в ад! Особый поток капитан Шеврёс. Моррис, вы арестованы за убийство Элизы. И вы тоже арестованы! Ревизор Вероника! Или может называть вас вторым мушкетером? Офигеть! Вот такого порода я точно не мог ожидать! Да, подождите, что происходит? Это не по плану! Брось оружие, Вероника! Почему? Ты не хочешь дать мне расправиться с этим чудовищем? Брось оружие, это последнее предупреждение! Что происходит? Еще не понял, Моррис? Все было спланировано так, чтобы ты признался на камеру. Только последняя часть это импровизация. Шеврёс, ты попросила нас поучаствовать в ценке, но не предупреждала о втором мушкетере. Потому что я сама до последнего не была уверена, верны ли мои предположения. Спасибо за помощь, Йоймия! Можно попросить тебя оповестить остальных членов особого патруля? Я приказала им подождать, ожидать поблизости. И пожалуйста, скажи съемочной группе, чтобы не переживали, мы скоро закончим и присоединимся к вам. Хорошо. Да, вот она последняя сценка. Ну что, Моррис, поделишься с нами историей двадцатилетней давности? Не испытывая мое терпение и не вынуждает вести тебя в допросную комнату. Спорю, ты не выдержишь там и минуты? Записью, что мы сделали, у тебя не будет шансов в суде, сейчас тебе лучше сотрудничать с нами. Ладно, я все расскажу. Это я нанял человека, чтобы убить Элису. Она работала служанкой у нас в доме, она была очень красивой, и спустя какое-то время я увлекся ей. Так, а лицо она мне покажет, да, ее? А, вот она, кстати. Мы держали наши отношения в секрете, пока однажды она не забеременела. Если бы я об этом узнали бы мои родители, они точно лишили бы меня наследства и выгнали из дома. Я не ожидал, что Элиза будет настаивать на том, чтобы оставить ребенка и уйти из дома. Она хотела, чтобы я оставил все и убежал вместе с ней. Она думала, что ты действительно любишь ее. Но у меня не было выбора. Я дал ей крупную сумму моря и сказал покинуть наш дом и... не оставлять ребенка. Кто же знал, что через несколько лет она пришлет мне письмо, в котором будет фотография твоих детей. Она просила приехать навестить их, если у меня будет время. Твоих? Пайма думала, что Батист единственный. А, то есть... Даже если она послушалась тебя и оставила детей, ты же... не мог проигнорировать ее письмо. Зачем было ее убивать? На тот момент я уже был обручен с наследницей другой, богатой семьи. Если бы кто-то узнал об Ализе, в моей жизни пришел бы конец. У меня не было бы другого выбора. Нет, выбор есть всегда. Но ты снова сделал неправильный выбор. Ты знаешь, каково видеть, как убивают твою мать. Наши первые с братом воспоминания, это как... Мы еще совсем маленькие, прячемся в подвале, крепко держим друг друга за руки и боимся даже вздохнуть. Все, что мы могли, так это смотреть, как наша мать борется с нападавшим, а затем... падает на пол. После того, как убийца ушел, мы с братом все еще не смели пошевелиться. Мы боялись, что он может вернуться. Мы вылезли только вечером следующего дня. А мама... Ее тело уже остыло. И одеревенело. И тогда вы решили, что... Все должны узнать правду. Не только это. Мы решили, что должны отомстить. Вот почему вы стали мушкетерами. Нет, вот почему я стала мушкетером. И того человека тоже убила я. Брать тут ни при чем. Я так и знала. Ты знал? Ну, я сразу сказала, что он не похож на убийцу. И то, как легко он взял на себя вину в тот вечер, да, тоже было как-то странно. Но самое главное... Я не чувствовал в нем ни капли сожаления. Он признался быстрее любого преступника, что мне доводилось допрашивать. Но тебе он не сказал ни слова. Он настаивал, что все только его рук дело. Но после допроса я разобрала мушкет, что был закопан у него на заднем дворе, и положила детали перед ним и попросила собрать их вместе. Как думаешь, получилось у него? Ему не удалось собрать, верно? Ни одной детали. Этот человек никогда не лежал в руках оружия. Так я и поняла, что в деле замешаны двое. Он отвлек наше внимание, чтобы дать напарнику возможность совершить акт возмездия. Вот и я решила подыграть. Как я и ожидала, как только Морис остался практически один, второй мушкетер, решительно пошел следом. В конце концов, не зря же, роман называется «Два мушкетера». Но как ты поняла, что это именно Вероника? Я поняла это в тот же вечер, когда Батист назвал мне имя своего отца. Финансовые сложности нашего инвестора полная чушь. Морис хотел поскорее занять место инвестора, а потом оставить фильм без средств. Он больше всех был заинтересован в том, чтобы эта история не предалась огласке. Им двигали все же те мотивы, что и тогда с Элизой. Нечтожество. Но, ко всему удивлению, Ксавье справился со всеми трудностями и закончил съемку. Это вывело Мориса из равновесия. Но когда было объявлено, что убийца пойман Морису, больше не было смысла скрываться, поэтому я предложила, что сегодня он может появиться на площадке. Так это ты весь день вставлял нам палки в колеса? А что касается второго мушкетера, я подумала, что он будет держаться рядом с Морисом, ожидая удобного случая. А предположив, что этот человек уже знал, что Морис наш инвестор, я смогла значительно сузить круг подозреваемых. К тому же, должность реквизитора позволяет заказывать различные механические детали от имени съемочной группы, не вызвав никаких подозрений. Следуя этой логике, я отправилась в детский дом, где воспитывался Батист, чтобы проверить документы об усыновлении. Угадайте, что имя я обнаружила рядом на той же странице. Мой брат доверял тебе. Настолько, что хотел, чтобы я закончила ваше дело? Он верил, что ты стоишь на стороне справедливости. Так и есть. Я тоже в это верила. Я видела твой взгляд в конце. Я действительно думала, что ты выстрелишь в него. Ты ведь знаешь, что он сделал. Неужели ты считаешь, что такому человеку лучше припевающе просидеть в крепости Меропит до самой смерти? Я никогда не забуду холодные руки моей матери. И это, по-твоему, честно? Это, по-твоему, справедливость? Скажи тебе правду, Вероника, в тот вечер, когда твой брат все мне рассказал, я засомневалась. Я задумалась, меня терзали сомнения. Не будет ли правильным решением все-таки застрелить его? И почему же ты этого не сделала? Потому что справедливость не должна достигаться таким путем в этом мире. Возможно, для тебя справедливость — это око за око. И жизнь за жизнь. Но у всех свое понимание справедливости. Если каждый начнет устанавливать свою справедливость, то в мире станет хаос. Сегодня ты убьешь Мориса, а завтра? Завтра его дети придут убить тебя. Нельзя судить, руководствуясь одним лишь желанием, кровной мести. Иначе мы войдем в порочный круг мести друг к другу. Тогда законы, на которых держится порядок в нашем обществе, потеряют всякую силу. В нашем мире существует лишь одна справедливость, и она установлена законом. Именно поэтому Фонтейн называют страной справедливости. А еще я обещаю тебе в крепости Миропиду, у этого человека жизнь будет не сахар. Шеврю, особый патруль здесь. Спасибо, Йо-Имье. Лет-Элье. Турена, убедите их. Я никогда не смогу тебя понять. Я знаю. Несправедливость все не восторжествовала, по крайней мере сегодня. Шеврюс. Пойдемте, нужно объяснить все остальным. Ты в порядке? Спасибо, Явно. Но я все думаю, что может заставить человека поверить в то, что только он сам способен вершить правосудие. Вы рассказываете остальным членам съемочной группы обо всем произошедшем. Да. Это предпоследняя, получается, часть. У нас впереди будет еще завершающий финал этой истории. Кто мог подумать, что господин Моррис окажется? Ах, у меня нет слов. Кто вообще на такое способен? Я рада, что с вами все в порядке. Удивительно, какое хитро сплетение преступлений связано с этой историей. Ну, что же нам теперь делать? Фильм уже отснят, но... Стоит ли нам пускать его в прокат? Да что ты имеешь в виду? После услышанного мы обязаны показать всем эту историю? Теория права. Я тоже хотела бы, чтобы больше людей узнали об этой истории. Но ведь финал в реальности очень отличается от того, что мы ему покажем на экране. Что вы думаете об этом, шеврес? Решать себе. Если ты посчитаешь, что концовку стоит переснять, у нас еще есть на это время. Нет, не нужно ничего переснимать. Мне нравится оригинальная концовка. Искусство на то и искусство, чтобы романтизировать некоторые события. С его помощью мы можем переиграть все наши сожаления, с которыми невозможно справиться в реальности. А еще... В мире искусства царят собственные законы и справедливость. Именно из-за этого я когда-то влюбил читать. Тогда решено, я согласен с тобой. А что же будет с Вероникой? Она вместе со своим братом и Моррисом предстанет перед судом. Думаю, все трое будут отправлены в крепость Мерапид. Я маякну об этом, Ризли. В смысле, маякнешь? В каком смысле маякнешь? Да совершенно верно. Ну что же, раз мы со всем разобрались, у нас больше нет причин ходить понурыми. Давайте продолжим пиршество и насладимся отдыхом. А завтра мы начнем работу с отснятым материалом. И Шеврёс, ты должна к нам присоединиться. Ты ведь пропустила начало вечеринки? Да ладно, я присоединюсь, конечно. Тогда я буду ждать тебя там, Шеврёс. У меня есть для тебя хорошая новость. Макси, плейпаймон. Не смогли бы вы подождать меня у Берека после вечеринки? Я бы хотел немного пройтись с вами, конечно. Спасибо вам. Смотрите, они играют. Играют в этот с... В карты. Дайса видел. Как давно ты, кстати, не играл. Да, слушайте, ну они втроем будут в крепости Меропит. Я думаю, что брат с сестрой все равно найдут его там. Рано или поздно. И сделаю то, что не сделали. Извините, что заставила себя ждать. Мы ждали совсем недолго. О чем же ты хотела с нами поговорить? Да в целом, ни о чем конкретном. Поскольку мы напарники по расследованию, нам есть что обсудить. Макси, плейпаймон. Если бы ты была на моем месте, ты бы исполнила просьбу Батисты? Я не знаю. Когда я была маленькой папой, часто проводил меня сюда поплавать. Мы приходили в любую погоду, даже когда было очень холодно. Он говорил мне, что плавание лучше всего тренирует силу воли, ведь пока ты не доберешься до противоположного берега, у тебя нет возможности сдаться, особенно когда ты плывешь в ледяной воде. И почему же? Да потому, что как только ты сдаешься, сразу же утонешь. А в то время у меня еще не было глаза бога. Одной зимой ледяной ветер обжигал мое лицо, а вот была настолько... А вода была настолько холодной, что ноги не мели от одного к ней прикосновения. Я плакала и говорила отцу, что не хочу идти в воду, но он не слышал. Он тоже был членом особого патруля, и это был единственный метод закалки и воспитания характера, который он знал. Звучит ужасно. Когда он понял, что я не прекращу плакать, он поднял меня и бросил в ледяную воду. Холод пробрал меня до кости. Я не чувствовал ничего, кроме страха и гнева. Я ждала, когда отец спасет меня, но вдруг я увидела, что он уже давно добрался до противоположного берега. В тот момент я осознала, что если я сейчас дамся, то действительно умру. Тогда я поплыла изо всех сил, пытаясь догнать отца. Это были самые долгие минуты моей жизни, но в конце концов я добралась до берега. И с тех пор я больше никогда не боялась и никогда не плакала. Такой подход к госпитанию точно не сработает на поймах. Да, я думаю, такой подход ни для кого не был бы правильным. Но вся эта погоня за справедливостью никогда, иногда будет во мне тот же гнев и отчаяние, как тогда в ледяной воде. Гнев и беспомощность. Шеврел. Но пройдя через все это, я навсегда усвоил, что никогда нельзя сдаваться, иначе уйдешь с головой в ледяную воду. Раз уж здесь никто из нас не рискует утонуть, не хотите ли вы поплавать на перегонке? Да с радостью, конечно, вы идите, конечно. Опаймон крикнет вам на старт, внимание, марш, и хлопнет в хлопушку. Что? Мы реально будем плавать, что ли? Я думал, это так. О, ничего себе, я могу за нее плавать. Там, где цветут розы, посоревнуйтесь в плавании, да? Мне, да, кстати, мы же знаете, что самый прикол? Мы же можем, по сути, не заканчивать этот квест и побегать за нее поиграть. Смотрите. Ладно, это на самом деле не особо, потому что она, скорее всего... Ну, реально можно поиграть за нее, а? Да? Подождите, она себя лечит, что ли? Я не понимаю, как это работает. Так она себя лечит каким-то образом. Я не знаю, на что она способна, но, по-моему, это новый вид. Персонажи, ребят. Отхил от ударов, да? Ладно, все, давай. О, подождите. Жалко, это не пятизвездочный герой. Ладно, заканчиваем. Мне это было здорово. Шеврёс, ты так быстро проплыла, ты плаваешь быстрее, чем Пайма налетает. А почему ты вообще решила пойти в особый патруль из-за отца? Частично да, но больше всего на меня повлияло благородные герои из книг, что я читала в детстве. Я хотела бороться за справедливость, как они. Оказывается, это все от любви к книгам. Но только после того, как я присоединилась к особому патрулю, я поняла, что реальность совсем не похожа на сказку. Давайте еще немного пройдемся. Да. Если честно, иногда я тоже сомневаюсь в правильности своих решений. Но я знаю, что должна продолжать плыть, несмотря ни на что. Потому что перед моими глазами только берег. Спасибо, что прогулялись со мной. Мне стало немного легче после того, как я выговорил с вам. Да не за что. Мы дошли аж до дома Батисты. И правда, я даже не заметил, что мы так близко. У него здесь так много цветов, прямо как в книге. Паймон Макси Плей, смотрите. Радужные розы расцвели в саду. Да, ребят, вот на этой прекрасной ноте мы, конечно, заканчиваем, но продолжение будет уже завтра. Финал. А сегодня, как я понимаю, у нас недоступны, да, новые испытания. Подожди, а как мы узнаем? Мне нужно лететь куда-нибудь, чтобы узнать, что доступно, недоступно. А, во, вот сюда можно замножать, смотрите. Да, ребят, завтра будет следующее, следующее испытание. В любом случае, спасибо, что смотрели. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok